Отметить одну особенность дискового мульчера. У меня шесть раз копировали вездеход. Я пытался судиться. Приезжай, мы тебе поможем. Очень-очень рекомендую. Я сейчас расскажу про эту штуку. Ничего похожего в мире промышленность не упускает. Прошел все кризисы нашей страны. Промульчер подробно остановился, потому что людям это интересно. Не было предложения вообще откуда-нибудь в других странах. У меня свои предприоритеты. Именно пневмоход это будущее нашего сельского хозяйства. Государство продать или сделать унитарное предприятие. Почему мульчер? Не патентуешь. Пытаюсь сделать машину лучше так, чтобы конкуренты просто не успевали. Потому что за этим будущее. Алексей, ну давай вкратце познакомимся. Расскажи немножко о себе сжатую биографию. Ну, сжатая биография такая. Родился в 69-м году. Еще в Советском Союзе, естественно. Закончил школу в 86-м. И, так сказать, со специальностью. Раньше были такие учебно-производственные комбинаты. Там специальности я получил слесарь механосборочных работ 3-го разряда. Устроился еще в советское время в 86-м году. Ну, по специальности в экспериментальный инструментальный цех. Ну и, в общем, отработал год. Потом меня забрали в армию. В 87-й, в 89-й служил в советской армии. Это вообще при Горбачеве. Вот. А, так сказать, то, что он почти год работал на предприятии, именно в советское время, да, я повидал тех людей, которые имели действительно настоящий 6-й, там, 5-й разряд. Ну, то есть, что может сделать кто-нибудь термист или, там, шлифовщик, или токарь 6-го разряда, это нечто. То есть, вот, я, конечно, у них очень сильно учился. И самое смешное, вот сколько лет уже прошло, да, уже 30 с лишним. Я до сих пор с многими из них, вот, с теми, с кем успел поработать, я, как бы, это самое, поддерживаю, поддерживаю связь. Ну, созваниваемся, даже в гости иногда вот езжу. То Нижневартос, то, это самое, то в Самару. В общем, друзья мои там в Тольятти. Вот. Это, как бы, они мне дали толчок. У нас там мужики как раз занимались вот такими вещами в свободное время. Они черковали. Раньше было такое, это самое, черок, это вездеход на дутышах, ну, на камерах, да, вот, черок. И вот эти самые мужики, вот, они строили вот эти каракаты. С лыжей впереди два колеса, сзади или четыре колеса. Мотоциклы ставили, да? Да, да, мотоциклы, ну, там, кто как. А я, значит, ну, в силу, так сказать, того, что я не понимал, что я делаю, ну, тогда еще что, у меня было 17 лет, я строил аппарат на воздушной подушке. Самое смешное, что я его в итоге-то построил, но он мне даже взлетел. Но потом меня забрали в армию, я пришел с армии, папа купил москвичек вишкомбе, и все мои поделки с гаража вытащил. Ну, естественно, их и не осталось. В общем, я остался без, так сказать, вот. То есть техники я, в общем, с давних пор. Ну, и в 89-м году, когда пришел, собрался идти, был на предприятие, опять же, слесарем. Ну, мама у меня такая, немножко шебутная. Говорит, не ходи, сейчас время такое, что сейчас, говорит, проще устроиться в какой-нибудь кооператив, чего-нибудь полезного научиться. Ну, и, в общем-то, я пристроился в кооператив по кузовному ремонту автомобилей. Где-то год-полтора-два, там, не помню, где-то учеником был там, все такое. Потом потихонечку насобачился. И, в общем, где-то, значит, с 90-го года я начал заниматься кузовным ремонтом. У меня была своя мастерская в Нижневарцке, потом она сгорела. Тут я женился, сын у меня родился, а жена была в Сургут. В общем, вот таким образом мы в Сургут в итоге переехали. Вот здесь я построил одну мастерскую, вторую, третью. В итоге у меня сейчас, ну, хорошая большая кузовная станция. Она отработала 16 лет, но потом пришли, так сказать, добрые страховые компании, которые в итоге, в итоге, короче, стало невыгодно работать. И я плюнул на это дело и перепрофилировал, и там мы сейчас строим кузова вездеходов. То есть ребята занимаются тем же самым. То есть варят, красят, мажут, и, в общем, получается кузова вездеходов. А в другом месте, то есть это в центре города такая станция, а в другом месте, на одной окраине города у меня, значит, ну, большие боксы в гаражном кооперативе. Там мы именно собираем машины вездеходы. А, ну, рядышком еще одно подразделение, где варят лодки. У нас вездеход на лодках, то есть он плавающий. Вот, там варят лодки. И, значит, испытания проходят все это на четвертой базе. Короче, это в душе, в другом конце города. И там, значит, проходят испытания, какие-то ремонты. И плюс те машины, которые возвращаются, ну, уже проданные, мы их, так сказать, берем на обслуживание, на ремонт. И, в общем, там все это дело происходит вместе с испытанием. В общем, у меня таких четыре подразделения. Общей сложности народу у меня работает около 40 человек. Строим мы примерно, ну, два, чаще три вездехода в месяц. Вот. Вездеходы мы делаем разные. Ну, марка Тром-8 в наших местах, она очень известная. То есть, ну, живем в самом сердце, так сказать, вот этих вот болот. То есть, вокруг Сургута, если на карту посмотреть, это одно большое болото. Как бы считается, например, что гусеничный там какой-то трактор, или там Кировец, например, да, что это очень проходимая машина, что там можно везде проехать. Ну, я скажу так, он метра у нас съехав с дороги не проедет. Ни одна из этих машин. То есть, вариантов по ним нет. Только вездеходы. Ну, гусеничные, колесные, разные как бы есть. Ну, в общем, где-то начал заниматься я вот этой всей песней. В 2006 году построил первую машину себе, четырехколесную. Потом какое-то время прошло, четырехколесные машины начали строить серийно, построили около 30 машин. А потом, значит, вот, так сказать, стрельнув в голову, что надо переходить не на машины для рыбаков-охотников, а на промышленную технику, поскольку это гораздо более востребовано. И, так сказать, вот пошла история вот этого вездехода Тром-8. Ну, вездеходы у нас, я говорю, известны. То есть, если в наше место сказать то, что купил вездеход, скажут Тром-8. То есть, не как, например, купил вездеход там Дрекол или МТЛБ. Нет, у нас скажут Тром-8. Потому что, ну, это из таких вот машин, она, ну, себя, так сказать, показала очень хорошо. Мы работаем с многими компаниями, крупными имеется в виду. То есть, вот, и срубают нефтегаз, и Роснефть, и Газпром. И очень много машин берет магистральные электросети. МЭС, там, Тюмень Энерго берет машины. То есть, массу машин, предприятия есть, у которых по 10, по 15, по 20 машин наши. Модели, вот у функционала, какой они выполняют машины? В основном, в основном, 70% машин это транспортные машины. То есть, это теплые будки, передние и задние. В передней будке 3 человека, в задней будке там 8 человек, 7 человек. Ну, такого плана. Спать можно в машине человек 6. Машина крупная, колеса у нас, собственное изготовление. То есть, это моя пресс-форма. Я ее сам даже там как-то разрабатывал. И, значит, сделали нам пресс-форму в Словакии и разместили на заводе на Валтайре. Валтайр – это город Волжске под Волгоградом. Надо сказать, что это не первая пресс-форма. Еще одна пресс-форма в Китае с более меньшим размером колес. То есть, ну, пресс-формы практически уже не пользуемся. Ну, возьмем там 20 колес в месяц, в год на продажу, поддержание машин. Вот эти колеса, они как бы и качественные, и хорошие все. То есть, колесо 1,65 м диаметра. Понятно, что у нее грузоподъемность хорошая на воде и на плаву и так далее. Проходимость у машины очень хорошая. Очень хорошая. То есть, ничего похожего из колесной техники по проходимости нет. В том числе и вездеходов, я имею в виду, не просто там. Ну, и в какое-то время, если мы касаемся ассортимента техники, достаточно много выпускаем буровых установок. Причем, сами буровые установки мы делаем сами. Придумали мы их сами. Ну, то есть, смотрели по видео где-то какие-то аналоги, потом поняли, что, в общем-то, на нашу машину ничего толкового не подходит. Просто сели, тупо сами ее сделали. Ну, где-то она смахивает на одну, где-то на другую, но аналогов, как бы, таких и таковых нет. Весится она 850 килограмм, находится на задней части вездехода в герметичном отсеке. Отличается совершенно сумасшедшим параметром. То есть, ну, чтобы было понятно, небольшая буровая установка, относительно как бы малогабаритная, она по параметрам не меньше, чем, например, там, УРБ-2А2 или ПБУ или УБГМ. Это машина, которая верхом на КАМАЗе ездит или на НТЛБшке. Вот так вот. То есть, параметры такие. Мало того, она у нас изначально рассчитана, это буровая установка, чтобы можно было делать статическое зондирование. Что это такое? Это мерить сопротивление грунтов. Мерить сопротивление грунтов, чтобы забивать туда сваи. То есть, не только буриться там до 30-40 метров, ну, там, шнеками, а вот именно статику сделать. Так вот, статику, чтобы сделать, приходится машину прикручивать к земле. Мы придумали такую, типа, что-то винтовое сваи. Короче, шуруп прикручивается машина к земле. Но если машина вместе с бурилкой весит 4,5 тонны, то давить надо 8 тонн. Ну, как по-другому? Вот, в общем, прикручиваем машину к земле, специальный гидроцилиндр, притягиваемся и все. И, значит, статику делаем. И машины пользуются очень большим успехом. Больше ничего, ну, потому что аналогов, как бы, именно по бурению и вот таких сложных условиях, то есть, в общем, ничего похожего нет. Поэтому, как бы, народ все равно к нам. То есть, всякие НИПИ, Депроджимени, всякие, ну, всякие вот такие институты большие, они все к нам идут 1, 2, 3 машины постоянно. Ну, есть фирмы, у которых есть машины, буро выход больше. А можешь рассказать, касаемо вот мульчер, да? Вот этот вопрос. Мульчер – это любимое детище главного конструктора, да. То есть, поскольку я и хозяин предприятия, и заодно мне, так сказать, Бог дал талант, я, ну, до кучи, и главный конструктор, то вот мы к нему сейчас перейдем. Значит, в то время, где-то в 13-м году, то есть, 7 лет назад, мы решили построить первый мульчер. Я совершенно ничего не понимал, ни в гидравлике, ни в чем. Но мне очень хотелось, так сказать, показаться в этом виде. Ну, и сделать что-нибудь необычное. То есть, у меня это большое желание, сделать что-то такое, что никто не делает. И, как бы, самому себе создать рынок. И мне это, как бы, ну, на данный момент удаётся. Ну, сначала хотели его сделать, ну, на карданной передаче, что есть через всю машину провести кардан, двигатель сзади, естественно, мульчер впереди. Мульчер купили Сеппи, мини-форст. Мини-форст двухметровой ширины, такой небольшой, ну, значит, с этим, с редукторной передачей. В общем, пытались всё это сделать, ну, получилась такая лажа страшная, что, в общем, плюнули, решили осваивать гидравлику. Ну, в общем, с большим трудом, там много всяких информаций. Ездил, смотрел, как мульчера устроены. В общем, настолько мульчера не похожи на наш мульчер, что, в общем, практически пришлось его делать. Ну, по гидравлике что-то я, конечно, подсмотрел, а вот всё остальное, ну, это как бы наш вездеход, вот на роликовом привык. Самое смешное, что за 7 лет этот мульчер, который самый первый сделал, он до сих пор в Салыме, экскаватор есть в том числе, кстати, мы пару экскаватор ещё и делали на базе нашей машины, плавающих, интересная машина. Он до сих пор в мульчере у него работает, он оказывает ему услуги, там, вдоль дорог косит, где-то ещё что-то там, с Салым-петролем есть такая нефтяная. Какая наработка у него в часах, не знаешь? Наработка, я боюсь соврать, ну, где-то около 7 тысяч моточасов, по-моему, она работала. И при этом мы ему гидравлику поменяли, была итальянская, ну, купили такую на 250 атмосфер максимально, то есть такая полупрофессиональная гидравлика. Мы его поменяли в итоге на пневмострой машину, настроили на 350 атмосфер и как бы переделали этот Сеппи-мульчер на совершенно, ну, тоже российский гидромотор. И сейчас получилась очень меняемая машина. Двигатель там 97 лошадиных сил, кубота 3.8 турбо. Таких машин построили мы две, то есть первая и вторая модели, они друг от друга очень сильно отличаются. А вторая машина до сих пор у меня, мы её регулярно пользуемся, то переправы заливаем, то где-то покосить немножко, но движок небольшой и с ним работать. Долго она диск разгоняет, недолго держит нагрузку, ну, так, слабоватый движок просто. Ну, работа, работа, то есть кусты косить, само то. А по-серьезному где-то лес там 20-30 сантиметров, там, конечно, вариант. Ну, и, собственно, тут мы доходим. Значит, вот в это самое время, в 2013 году, я увидел машину, которая пилит лес, то есть пильным диском. То есть это вот машина типа Харвестера, которая пилит лес и лапами, значит, этот лес придерживает, а потом ловит. Я не помню, как он называется, но мне страшно понравился этот пильный диск, и у нас есть такая фирма, трактор деталь, что ли называется. И у них там, значит, вот эта хреновина сгоревшая стояла. Я очень внимательно за этим диском ходил, смотрел, что это как сделано, всё равно. У него стоят быстрорезные зубцы, то есть он пилит дерево нормально, а с точки зрения мульчера, чтобы иногда цепляться за землю, он не работает. Ну, мы начали, естественно, он же диск тяжёлый, толстый, давай сделаем своё, давай. Сделали толщиной 20 миллиметров. Ну, после первого пенька получилось сомбреро, короче. Ерунда. Сделали 27 миллиметров, после 15-го пенька получилось сомбреро. В итоге остановились, сейчас у нас поменяли, конечно, металлы, пришлось искать большой станок. На Уралвагонзаводе, короче, нам делают эти диски, очень точно, с биением, там меньше сотой доли миллиметра уже, но очень-очень точно делают на больших расточных станках. Вот единственное, что мы от этой машины покупаем, а остальное мы как бы делаем сами. Вот. Пришлось пройти путь изготовления, вот этих изобретений, изготовления вот этих твердосплавных зубов. На самом деле, наука такая не сильно простая. Дело в том, что у дискового мульчера у него очень большая окружная скорость. То есть скорость окружная, чтобы было понятно, раза в два, то и в три выше, чем у стандартных мульчеров. И на таких скоростях твердосплавы далеко не всякие работают. Вот что. То есть малейший камешек, и там все это разваливается, отлетает. В общем, долго мы возились, и там на КЗТСе, это завод, наш Кировградский завод твердых сплавов, там конструктора с нами, долго там подбирали вот эти ванаде кобальтовые сплавы, ВК, да, всякие разные. В общем, много было суеты, в общем, семь лет вот этой науки. В итоге, за все это время, мы построили семь мульчеров. То есть первых два мы построили быстро, потом два года у нас был перерыв. Мы пытались понять, что мы построили. Ломались они постоянно, в общем, ну, все это было ужасно. Вот. А потом мы построили подряд, буквально в течение двух лет, построили три машины, уже более современные, когда мы уже поняли, что надо делать. Ну, сначала не понялись, а мы пытались понять, что надо делать. Потом мы поняли, что надо делать, и пошли вот в эту сторону. Однозначно барабанные мульчера, так называемые, ну, это их называют роторными, ну, барабанные называют, да. Мы сами сделали пару барабанных мульчеров, поняли, что это все по сравнению с дисковым мульчером просто ерунда. Ну, имеется в виду, для больших машин, наверное, это правильно. А вот для таких машин, как наша, имеется в виду, у которых небольшая мощность. Мы просто вынуждены, ну, то есть, просто для них, для машин, имеющих небольшую мощность, дисковый мульчер реально спасение. Вот. Только так, потому что одеваешь мульчер барабанный, тоже наш, да, пытаешься косить, объем получается, ну, в три раза меньше за день выкашиваешь. При том же самом расходе солярки и при постоянном, так сказать, при постоянной нагрузке движка. Какой расход топлива у тебя на гектаре? Значит, на данный момент, вот, построив 7 машин, мы вышли на расход топлива примерно 13-14 литров в час машина работает. Да, то есть это очень немного, на самом деле. В двигателе стоит Перкинс 4,4 турбо, 130 лошадиных сил, 50 килограмм крутящего момента. То есть это такой простой тупой дизель без электроники, без ничего, то есть никаких проблем с ним нет. Ну, типа вот, как ЯМЗ 536-8. Простая такая скотина, очень нетребовательная ни к топливу, ни к чему. Вот, но, глядя на ситуацию, глядя, вот, всего 30 лошадиных сил разницы между Куботой и Перкинсом, и видно, что машина рубит совсем по-другому. То есть разгоняется диск быстрее. Вот что? И медленнее остановится. То есть движок в состоянии, как бы, немножко через гидравлику подержать тот момент, когда он останавливается об дерево. Сейчас, если следующую машину соберемся делать, а у нас начали нас уже дергать за ухо, потому что давай-давай строить такие машины, потому что ничего больше не едет, ничего больше не поистит. А у нас вот и лэпки, и газопроводы, и нефтепроводы, и водоводы, и что только нету, а все косить надо. Гусянка тонет в ваших краях. То есть зимой еще как-то пытаются, но сейчас зимы нет. Смотри, у нас сейчас в этом году зимы не было. То есть гусянки так и не выехали на болото в этом году. Ну, не промерзают. Вот, не было сильных морозов. То есть снега навалит, а потом уже хоть сколько? Хоть 30, хоть 40, а оно уже не мерзло. Надо, чтобы сразу врезало, отбиралось 35. Тогда это самое промерзает, и можно есть. А так в итоге весной, вот этой весной по итогам зимы за нами тут пошел шлейф крупных компаний, в том числе у Сурбутных Тебяс пришел, две машины взял на испытания. Ну, мы на такие вещи идем, потому что компания большая. А ну, как им сейчас все МТЛБшки поменять надо будет, а их 400 штук у них, да? То есть у нас вот работает на сколько лет? Учитывая, что мы в год делаем примерно 25-30 машин. Больше не успеваем. Расширяться, возможно, надо. Ну, может быть, и не надо. Я пока не совсем... Хотелось бы расширяться. Я, как старый предприниматель с 89-го года, прошел все кризисы нашей страны. И пережил всех ее, включая Горбачева, Ельцина, все постоянно. Я такой пуганный-перепуганный, что вот знаешь, когда сидишь тихо в гараже, тебя никто не трогает. Я, как, так сказать, руководитель работающий. То есть я не сижу. Я регулярно сам зачепу станком, или, например, на мне терминечка. То есть я в этом блоке, понимаю. Потом на мне всякие разные изобретения, которые, ну, не тянут. Молодежь не тянет, ну, всего своего опыта. Хотя у меня есть предприятие семейное. У меня супруга со мной работает. Она делопроизводитель. Старший сын у меня главный инженер. Тут тот реально толковый. И у него высшее образование, СИБАДИ, то есть именно автомобили и автомобильные хозяйства, по профилю. Много пришлось пройти по мульчеру. Значит, в первую очередь понять, на каких оборотах должно все это работать. Потому что превышая обороты 1200, на мульчере диаметром 1500 миллиметров, полтора метра, мы получаем такую скорость, когда не держит никакой твердосплав. Все, перестает машину работать. То есть малейший камушек, он раскалывается. В общем, пришлось занижать обороты, но увеличивать толщину. То есть как можно поднять энергию, энергию диска, отдача энергии. Можно, ну, грубо говоря, энергия, это массу на скорость в квадрате, да, М в квадрат, да. Вот, так вот, повышая массу, мы повышаем линейно, ну, в альфметической прогрессии, да, а повышая скорость вращения, мы повышаем геометрической прогрессии, грубо говоря, в квадрате. Вот, вроде бы казалось, надо поднять обороты. Но поднять обороты вот по этим причинам, то есть не держит твердосплав, уже не получается. Перепробовали массу всяких разных, быстрорезные стали, потом там, ну, вплоть до, ну, всяких напылений, там, в общем, много чего такого. То есть с зубами воевали мы вообще посерьезно. Прямо посерьезно. Но толком, толком, вот получилось только, не поднимая больше 1250 оборотов, добавили толщины, то есть сейчас у нас диск 36 мм толщиной, весом 530 кг, сталь 0,9 ГДВС. Вот так она заработала. То есть у него и хладноломкости уже нету, и, так сказать, и зубы держатся, и варится это все хорошо. Вот. Тоже так же воевали очень долго с толщиной, не с толщиной, ну, с диаметром вала, на котором все это висит. Ну, чтобы было понятно, это там такое, типа ступичный узел, вот у всех там на барабанных мальчарах, мы тут намажем через тавотницу смазкой, каждый день мажем, а у нас там масляная луна на подшипниках. То есть и уровень. Смотришь туда, уровень действия, то есть можно туда месяцами не лазить, не смотреть. Ну, раз там в полгода масло трансмиссионное, два литра поменяли, и все. То есть нету там никаких смазок. Вот. И стоят два подшипника, наша гордость, два подшипника наших российских, все как бы волжский завод, волжский стандарт, вот, каждый весом по 17 килограмм. Два конических этих роликовых подшипника, вот, держат всю эту конструкцию. Вал 40ХН, сталь, каленый, дозвона, то есть, соответственно, термообработка прошедшая, очень точный. Вот. И освоили сами убирать биение, то есть мы сами балансируем эти диски, купили прибор, научились. В общем, получается очень хорошо. Буквально со второго, максимум с третьего раза диск отбалансировано. Вот такие вещи. Дисковый мульчер работает так, в общем, если, как сказать, если полтонны крутящегося металла диаметром, значит, полтора метра с оборотами 1250 оборотов в минуту работает, ну, под тем кустом я бы не спал, да, вот там разлетаются артилки так, в общем, до 100-150 метров опилки разлетаются, да, вот такой интересный есть. По деревьям, как он работает, вот именно, какие диаметры он съедает? Значит, максимальное дерево, которое может собрать наш мульчер, из испытаний просто, мы испытания проводили, 65 сантиметров в диаметре, березу он сжирает. Вот. Хочется отметить, ну, особенность дискового мульчера, которую я забыл, так сказать, сразу сказать. Дисковый мульчер при нормальном вменяемом механизаторе, который понимает, что делает, он может работать не касаясь земли. Основная проблема у барабанных мульчеров, то есть роторных, которые обычно применяются, в том, что они работают от земли. То есть, если дерево лежит на земле, то надо работать с землей. А земля, это абразив, особенности песок. Если вот работаешь на песке, то зубы сжираются буквально моментально. Знаете? Все знаете? Ничего не придумал. А наша машина, она в состоянии работать с лесом, не касаясь земли. То есть, именно дисковый мульчер касается. И скажу так, что если работаешь в тех местах, где другие мульчеры не работают, это и торфянники, и болотистые места, то все, то зубы могут работать сезон. То есть, они вообще не ломаются и вообще не изнашиваются. То есть, вот сезон, скосили там, не знаю, 200-100 гектаров, а зубы как новые. Никаких проблем. Ну, вот. Почему? А земли не касаются. То есть, дисковый мульчер, это такая машина, которая может работать не касая земли. Очень-очень выгодно в этом плане. И зубы недорогие получаются. То есть, себестоимость у меня зуб порядка 2000 рублей. Понятно, что эти сами напайки, они достаточно дорогие, там по-другому не получается. Но себестоимость зуба получается небольшая. То есть, мы даже станочек купили, которые паяют. То есть, станок ТВЧ, ну, только в сезоне 4. Вот. И током и фуку, по-моему, называется. Я бы немножко подзабыл. Вот. И паяются все эти зубы нормальными промышленными припоями. То есть, все как вот завод КЗТС. Он прямо нам припои присылает. Специально там, ГУРУ специально присылает. В общем, вот таким образом. Вот. Очень просто. Вот. Когда привык с этим мульчером, с диском, очень просто работать. Очень просто. И очень быстро получается. Вот. Все? Так. Потом ставили. Давай. Ну вот. Надо сказать, что касаемо дисковых мульчеров, в общем, я не видел каких-то аналогов. Я брал за основу вот этот пильный диск на Харвестере американском. то есть, как мульчер он не используется. То есть, я, ну правда, я не видел никаких этих аналогов. Ну, в общем, начали изобретать его сами, сами придумали, все такое. А сейчас я смотрю, уже смотрю, и канадцы делают, и американцы делают, и уже начали не только по низу работать, как вот, ну, мы тоже начинали, а сейчас уже начали работать так же по верху, как и мы. То есть, сначала спиливают верхушку, потом низ доедают, как бы, нижними зубами. То есть, ну, не только что-нибудь там у них в Путне придумывают, Путне-то, оказывается, и у нас придумывают. Ну, вот, по крайней мере, я ни у кого ничего не стырил, у меня совесть спокойная, вот в этом плане. То есть, ну, свое. Ну, патент я на него не получал, и это. А вот на вездеход на наш с роликовым приводом, да, вот на роликовый привод, точнее, на его зубчатое зацепление у меня есть патент, да. А почему мульчер не патентуешь? Так их сейчас полным-полно. Понимаешь, какая штука? Надо запатентовать, чтобы ничего похожего не было. А их уже 7 лет, как только мы делаем. Уж там во всем мире их делают. Как ты его запатентуешь? Ну, если денег. Надо было раньше бегать. Вот ради интереса, для тех, кому это очень интересно, ну, могут послушать меня. Вот, у меня 6 раз копировали вездеход. Я пытался судиться. Ну, пытался, до суда дело не дошло, но я выходил и бесполезно бороться с ветряными мельницами. Я говорю, это почему? Он говорит, это очень просто. Вот, есть фирма рога и копыта. Они у тебя украли идею. Они делают такой же вездеход. Сюда на них подал суд. Но это не уголовное преступление, это арбитраж. Арбитраж-то год, два, три, пять. То есть, городской, потом областной, потом окружной, потом, значит, вплоть до Верховного суда. То есть, они будут судиться. Почему? А у них работа идет. Зачем? Они взяли на пересуд. Взяли на пересуд. То есть, апелляция. Все, Верховный суд в итоге последней инстанции говорит, фирме рога и копыта нельзя выпускать такую машину. Они переименовывают фирму рога и копыта в копыта и рога и продолжают выпускать эту машину. А ты иди дальше судить. Вот и, собственно, и все наше законодательство. Ну, по крайней мере, по его словам, я не проверял. Пытаюсь сделать машину лучше так, чтобы конкуренты просто не успевали за мной. Вот, кстати, я этого тоже придерживаюсь. Мне вот тоже многие говорят, вот, а ты в YouTube начал выкладывать, ты начал конференции придумывать, а сейчас другие посмотрят, ну, это же конкуренция, ты начинаешь рождать интерес у других людей, которые этой темой не занимаются, и у них сейчас появляется интерес к этим начинать заниматься. Я говорю, ну, пока у них интерес появится, пока они дойдут до того уровня, до которого я дошел, это уже время. И к тому времени мне уже самому будет неинтересно заниматься этой деятельностью. Да, я уже буду более высшим, более интересным, чем-то там двигаться. Нужно вперед идти, вперед на несколько шагов и не останавливаться, и не задумываться о том, что там кто-то скопирует, украдет, двигаться вперед и все. Расскажи про испытания. Как вы испытываете? Куда вы ездите? Значит, в округе не осталось соответствующих кустов, которые бы вы не покосили. Но мы то там покосим, то там покосим. Но в основном, конечно, это так, это шутка. Мы идем в наш местный месс, магистральные электросети, они с удовольствием выдают нам участок вдоль какого-нибудь 220 или 500 кВт линии типа расширения. Вот тут мы будем делать расширение. Ребята, давайте, вот тут нам надо покосить. Мы выбираем там, где потолще деревья и там все это дело испытываем. Но на самом деле мы уже наиспытывались и как бы сейчас нету проблем испытывать. Мы сейчас проверяем просто работоспособность машины, последние две машины. Мы просто проверяем, как они греются, как они не греются, как они едут, как они едут. Под мульчера сделали специальные колеса, то есть пресс-форма та же самая, но кордов уже не 4, как на обычных вездеходах, а 6 кордов и более твердая резина. То есть ее, ну, ее уже не пробивает. Обычно как получается? Дисковый мульчер, он таким подлым свойством это обладает. Он зацепляет, предположим, если грозотрос, да, на просеке, ну, на лэпке. Грозотрос зацепляет, он пытается его раскрутить, где-то рвет, а где-то бьет по колесам. И мы вынуждены были сделать специальные цепи, двойные, чтобы трос отшибало, а иначе мы колеса, ну, там, маялись по 20-30 дыр за один день работы одно время и так было. В общем, потихоньку сделали колеса помощнее и придумали, как отшибать все эти троса. В общем, дисковый мульчер очень своеобразная вещица, но вот в таком весе и в таком мощности машины это, пожалуй, единственное нормальное вменяемое средство, которое позволяет работать, ну, достаточно быстро. Ну, чтобы было понятно, вот проводили, так сказать, ну, совместная работа была, фирма «Лесные технологии», строили Тобольский аэропорт. У них там свой был «Праймте 400-й». Вот. Приличная машина, очень хорошая, конечно, импортная все. Вот он работал на сухом, рядом через, там, 30-40 метров на торфянике работал наш. То есть, мульчер у них свой, но они в аренду взяли нас. Туда ничего не заходило. Ни мульчер, ни лесной комплекс, «Джон Дир» у них есть, они пытались зайти. То есть, наша машина совершенно спокойно там работала, никаких проблем, просто по верху каталась и все. практически не уступал по выработке «Трехсотовому Праймтечу». Самое смешное, что после «Праймтеча» оставались вот эти бревна наполовину съеденные, да, знакомые, вот как доска. А после нашего таких не остается, но остаются палки, ну, величиной там, ну, с руку по локоть, да, вот такого типа и обгрызанные со всех сторон. То есть, ну, что хуже, это, так сказать, ну, заказчику устраивает и то, и то. Вот. Ну, наша машина, она, говорю, практически не уступает. Но было бы у него 250 сил, то наша машина была бы точно прямо вровень, а то и чуть лучше. А есть задумки такие усилить, может быть, более мощный двигатель туда поставить? Да, сейчас расскажу. Это самая такая вот... Еще один вопрос, Алексей. Система охлаждения интересует. Значит, система охлаждения сделана, ну, на последних двух машинах сделана с запасом раза в три. Чтобы было понятно, на двигатель мощностью 130 лошадиных сил и объемом 4,4 у нас стоит радиатор от КамАЗа. Настоящего большого КамАЗа, да. Вот модель 5410, по-моему, что-то такое, от 11-литрового КамАЗа, от двигателя 11-литрового КамАЗа. Вот. Перед ним стоит интеркулер, ну, от двигателя ЕМЗ-534, то есть, ну, чтобы воздух охлаждать. И стоит там этот конденсатор кондиционера. Они сделаны все на шарнирах, то есть они отодвигаются, чтобы можно было продуть радиатор большой. А гидравлические радиаторы, они два радиатора от 744-го Кировца, от трансмиссии, от рулевого управления. Они такие, ну, серьезные масляные радиаторы, достаточно крупные. Они, это на последнем, я про последний мучер говорю, потому что там более современная система. Они стоят в таком хитром закрытом коробе, который можно открыть. Все это на магнитиках сделано, то есть, ну, сеточка на магнитиках, крышка на магнитиках. Вот. И его продувает, эти два радиатора продуваются вентилятором достаточно крупным, который крутит гидромотор. А гидромотор включается от электрораспределителя, а электрораспределитель включается от датчика, который на этом электрораспределителе стоит, который на 63 градуса включается, на 47 градусов выключается. Вот. Имеется в виду, что, да, гидравлическое охлаждение, причем оно разнесенное, оно как бы стоит вне моторного отсека, а на улице. Ну, причем, поскольку у нас система сделана лодкой, мы стараемся сделать, чтобы не было дырок, чтобы дождем туда не налило 200 литров воды, чтобы потом не сливаться. Проблем нету летом, чтобы гидросистема греется? На последних 3-4 машинах вообще нету проблем. Раньше на первых двух машинах, конечно, были перегревы. У нас гидравлика-то охлаждалась хорошо, но там, видите, какая штука, стояли крупные радиаторы с электровентиляторами. Нам приходилось очень сильно ставить крупный генератор на 135 ампер, ставить большие аккумуляторы, в общем, все-все-все такое. И вся эта электрика получалась, ну, такая массивная, то есть твердотельное реле приходилось ставить, чтобы не отказывали обычные релюшки. А вот на последней машине у меня от аккумулятора даже двигатель не заводится. У меня там стоит специальный стартерный конденсат. Аккумуляторы стоят вообще смешные, там, по 62 ампера две штуки, от которых только лебедка переносная работает. Лебедка у нас можно подцепить вперед, можно подцепить зад. Но обычно наша машина работает всегда в паре с простым вездеходом, то есть транспортным. Почему? Потому что удаленность. Нас посылают куда-то к черту на куличке, например, там, да, ну, вот линия электропередач. Ну, первые 2-3-5 опор, еще можно вернуться и заправиться, и все-таки как-то, да. А когда ты ушел за 20 опор, через речку переплыл, через болото переехал, не через одно, смысла возвращаться нет. Едет вездеход, везет на прицепчике солярки 2-3 бочки, везет запчасти. У нас 12-24-вольтовая шикарная сварка. По заказу мне сделали. Очень-очень рекомендую. Я сейчас расскажу про эту штуку. Значит, завод, я боюсь соврать, Верхний Уральский, я потом посмотрю, отдельно как бы напишу в группу. Вот, прекрасные сварки. Варит просто песня. Мы, короче, все эти вот, которые на бензиновом или на дизельном ходу, вот эти сварки, да, мы от них отказали сразу же. Эта сварка весит, ну, подмышку взял и пошел. То есть она практически ничего не весит, она такая прямо легонькая. И два аккумулятора поставил, и минут 20-30 в полном режиме, пятеркой, можно варить совершенно спокойно. Это российский сварочный аппарат? Да, да. Офигенно, штуковина легкая. Так вот, мы прямо с вездехода снимаем, ну, смучера или смучили, обычно в вездеходе у нас там специальное такое гнездо, если там ставится, и зарядку подцепляем. Вот. И, значит, оттуда притащили, поставили прямо возле вездехода эту штуку, подключили два крокодила. Алексей, такой вопрос. А у тебя в каком процентном соотношении вездеход, ну, из комплектующих, иностранные, российские? Сами вездеходы, если мы не про мульчер говорим, про вездеход, у него импортные только дизель Кубота 2.4 Турбо, 59 лошадиных, все. Вот. Остальное, ну, там, китайские какие-то, может быть, приборчики какие-нибудь, не приборчики, даже клавиши, скорее. Например, видеокамера заднего вида. Да, видеокамера заднего вида, да-да. А остальное все российское. То есть, ремонтопригодность, ну, простой, как велосипед. Про мульчер, про мульчер подробнее остановлюсь, потому что людям это интересно. Значит, вот двигатель Перкинс, это английский дизель, но если мы его сейчас на 534 дизель поменяем, ЯМЗ, что аналогичный по своим характеристикам, даже он немножко помощнее 534. То, в принципе, в мульчере у меня импортного видеокамера, компрессор кондиционера корейский, ну, может быть, шланги, мы сами гидравлические прессуем, шланги итальянские мы тут почитаем, Верса называется. Собственно, все. Остальное все российское. Наша пневмостроймашина гидравлика, причем гидравлик очень приличный, очень приличный, но ее просто надо правильно понимать, ее не надо загонять на 400 атмосфер. Вот она работает там вот на нашем мульчере, именно с дисковой фрезой, с барабанной мульчером, она работает как положено, то есть 350-380 до 4 атмосфер, то есть, но в таком режиме гидравлика долго, наша российская, ну, долго как, ну, она отработает, там, 5000 млч, ну, и все, собственно. Но при этом она в 4 раза дешевле, больше Рексрота, и ремонтируется по свистку, то есть отправили, через 2 недели получили новый гидронасос, или гидромотор. Мульчер дисковый, он чем отличается, что ему только во время старта, во время раскрутки, он потребляет 220 атмосфер, а все остальное время он работает в режиме от 90 до 180, больше он, в принципе, не потребляет, а поэтому гидравлика работает очень долго, она же пропорциональна, как бы, ну, чем больше давление, чем больше усилия, тем больше она и умирает, вот, соответственно, и греется она намного меньше. Собственно, как мы добились, чтобы взять и раскрутить тяжелый большой диск, так, чтобы не заглох мотор, это же большая проблема, раньше на первых машинах мы ставили перепускные клапана, и, в общем, масло грелось, и вся эта история, в общем, была грустная. И сделал контроллер, то есть мы сами делаем свои контроллеры, они сделаны на базе, на базе Ардуино, они простые велосипеды, и стоят, то себе стоят 100 рублей 300, на месте скоробочек, клавиши дороже микросхемы, вот, но пристыно прекрасно работает, мы их ставим в две штуки, потому что их не жалко, и надо просто, грубо говоря, перецепить проводочек, там несколько жилок, ну, от одного или к другому, ну, в общем, на моей памяти еще ни один не умирал, поэтому никаких проблем нет, что он, ну, это единственный плавающий мульчер в мире, то есть он может преодолеть речку, у последних машин даже гидровинты есть, то есть гидравлика, которая крутит гидромотор с винтом, машина плывет 5 километров в час, даже просто в течение, по течению, и все равно, вот, то есть на мульчере можно переплыть реку, мы Иртыш пересекали, это километр, так-то, на двух мульчерах, на той стороне, конечно, народ офигел, два трактора через речку, ну, в общем, это было шоу, конечно. Значит, про более большие машины, в данный момент в Китае делается две новых пресс-формы для новых колес, значит, про маленькое колесо я не буду говорить, это замена колесу вездехода трекол, а вот про большое колесо, диаметр, размер пресс-формы 1800 на 800, 1800 миллиметров, высота, 800 миллиметров ширина, посадочный размер у этого колеса 38 дюймов, трактор Беларусь, видели, вот 38 дюймов, а колесо больше, чем у Кировца, у Кировца 1700 на 700, а у меня 1800 на 800. Это будет новая серия машин, значит, это будет не только мульчеры, мульчеры будут восьмиколесные, это ожидается лесная техника, сельскохозяйственная техника, тундровая техника, арктическая техника, то есть машина в 12-колесном варианте с приводом от двигателя ЕМЗ-534 будет везти по болоту порядка 4,5-5 тонн, то есть это два вертолета Ми-8, ну, чтобы было понятно, имеется в виду погрузоподъемости. Машина в варианте в лесном, чтобы это получился у нас фарвардер, который вывозит лес, да? Болотоходный фарвардер, обращаем внимание, таких тоже не существует, то есть можно по болоту даже, по подсчетам, он даже в платье тонн 5 перевезет, а так он будет восьмитонный. Вот, восемь тонн, то есть 10 кубов леса за раз по любой местности, совершенно там. У нас, опять же, в этом году никто толком зимой не работал, с Вологодской губернией, там, с Томской, мне столько звонили мужики, не можем лес вывезти, нарубить нарубили, а вывезти не можем. А, не мерзнет, ничего не промерзает. А тут, пожалуйста, вот такая машина, то есть на ней будет стоять фишка, ну, это погружатель, да? Пока планируем и Карбазоли, это итальянский, он не тяжелый, очень крепкий, короче, ну, небольшой, конечно, грузовой момент у него, ну, как сказать, ну, такую машину загружать ему хватает. Вот. И у нее будет очень интересная конструкция, то есть у него будет механическая трансмиссия, то есть это от газона, Nexta, коробка передач, раздатка, там, все-все-все, это газоновская. То есть мосты газоновские, на которые сверху можно поставить, ну, естественно, балансиры наши, вся эта конструкция будет достаточно крепкая. Эти мосты 66-е, они будут крутить ролики, то есть это к вопросу о простоте конструкции, то есть она не сломается никогда. Ну, крутить ролик 40 сантиметров в диаметре в мосту, конечно, слегка. Вот. И, значит, самое главное в всей этой истории, что ничего похожего в мире промышленность не упускает, то есть болотоходных, что мульчаров, что этих, ну, особенно плавающих, что фарвардеров, что потом впоследствии, надеюсь, хорвестеров, болотоходных, такого уровня, так, конечно, нет. Ну, и потом есть определенная гордость, что это, так сказать, у нас все-таки в России придумано, и это будет исполнено, сделано. Ну, может быть, это будет не так много их машин таких, то есть, ну, может быть, там, в год будем делать, там, 5-10 штук, а дальше, ну, как бог даст, будет большой завод, значит, будет, не будет. У тебя не было такого, ну, не было предложений вообще откуда-нибудь с других стран? Вот, иди к нам, приезжай, мы тебе поможем. Да, могу по пальцам перечислять, рук не хватит, на самом деле, Филиппины, и Таиланд, и Вьетнам, и Бразилия, и США, и Канада, и откуда только-нибудь. Не все приглашали приезжать и там основывать, нет, только 2-3 таких предложения было. А вот с точки зрения купить машину и будем там использовать и потом купить лицензию на эту машину, таких предложений массово. У нас машина, вот эта Тром-8, да, она настолько удачная получилась, что, ну, неудачные машины народ не копирует, да, ну, никому и в голову не придет. Вот, нашу машину скопировали на моей памяти уже 6 раз. Но пока ни у кого толком ничего не получилось, почему? А, все в колесо упирается. А колесо у меня свое. Никто купить не может это колесо, кроме меня в заводе. А вот эти большие машины, конечно, за ними будущее. Потому что, ну, за раз она может увезти 30 человек в транспортном варианте. А что нужно тебе для того, чтобы предприятие твое вырастить? Надо сменить руководителя. То есть, на моего сына, который ничего не боится и не видел тяжелой жизни в 90-е годы. Неделю на коронавирусе просидели, полтора миллиона потерял. Ну, только на зарплате, да. Кстати, вот расскажи о условиях вы сейчас. Я думаю, интересно людям будет. Да, неделю мы просидели, вот самую первую, самую жесткую. А потом у нас, все-таки у нас в Хантамансийском округе очень небольшой процент заболевания. Буквально 3 человека только умерло, что-то там 70 человек болеет. В общем, губернаторша, глядя на ситуацию, разрешила работать. Нефтяники, кстати, не останавливались, и газовики, и энергетики не на один день. И предприятия, которые для них строят технику, для них там производят какие-то работы, их буквально через неделю всех выпустили, ну, потому что иначе просто все встанет. Дело такое серьезное. Останавливать нефтедобывающие предприятия, которые реально сейчас в наше время хоть как-то несут деньги, никто не даст. Поэтому, как бы, нам дали карбланш, мы в какой-то прошли работу, ну, понятно, антисептики, намордники, это все, да. Ну, то есть, кто болеет, дома сидит, вот так, никого на работу не заставляет. Зарплату всем заплатил за простой, все равно, то есть, ну, я своих ребят поддерживаю, где я, собственно, таких ребят еще возьму. С точки зрения большого предприятия, сейчас очень много продается баз всяких, то есть, ну, надо просто покупать базу, строить небольшой заводик, хотя бы, чтобы делать 10 машин в месяц, ну, хотя бы 8 машин, 5 машин даже в месяц. Этого достаточно, на самом деле. Дело в том, что таких машин, как у нас, они же узко специализированы, их не так много надо. Вот буквально до последнего времени 2-3 машины в месяц хватало. Сейчас очередь стоит до Нового года, не успеваем. А на экспорт, если делать твои машины? Ну, вот, я отказываюсь категорически. Да, почему? Потому что, во-первых, очень быстро скопировать, у них это просто. Во-вторых, машина настолько удачная, что если они ее скопируют, начнут поставлять нам сюда, мое предприятие просто убудется. Ну, и зачем мне это? Вот, это два. А в-третьих, мы своих-то обеспечить не можем. Какая за границей? У меня свои приоритеты. Вообще примерно вот, то есть, такой у меня патриотический посыл, как бы, существует в голове. Перспективы есть. Машины очень интересные. Например, вот я гляжу на все вот эти, кто присылает видео в группе, да, вот эти мульчеры, там всякие разные. Вот там, где вы работаете, там наша машина просто нафиг не нужна. Она там, ну, даром не нужна. Она бессмысленна. Она нужна только у нас здесь. А их тут надо, не так много. Ну, мы с, у меня две машины последние забрал. Радужные электросети. Город Радужный у нас есть. Тоже на Болосе работать. Городские электросети Радужные. Мульчер забрали. Ну, два сезона уже работают. Слушай, ну, нормально, нет проблем. Хотя машина, все довольны, нет проблем. Ну, где-то что-то, ну, за год я один раз к ним съездил, кондиционер наладил. Все. Проблема как-то для мульчера. Правильно? Да, то есть, это такое делают. А сейчас и с кондиционерами разобрались. У нас больная точка была. Мы все с этого пытались с Нивы поставить кондиционер. В итоге поняли, что все эти вот алюминиевые трубки, что там все это все не работоспособно на технике, у которой вибрации большие. Вот, поставили. В итоге все на железе собрали от трактора Кировец. Как бы, ну, вышли на завод, который делал для трактора Кировец. И практически всю их конструкцию, ну, за исключением длины шланга. Кстати, шланги кондиционерные делаем сами. Я купил шланги, опрессовки, опрессователи, все, небольшое у нас, но довольно много всяких разных хитрых станков. Там все, все, ну, и ЧПУшные есть, и всякие, всякие, всякие. Вот. Энергонасыщенные предприятия. Можем сделать, ну, разные, разные машины. Надеюсь, вот сейчас на работу с Сургут-Ноктегазом, потому что две машины забрали, они транспортник и буровую установку. И вот отработали какое-то время, но они довольны. Для того, чтобы понять, ну, поднять свой уровень конструирования и понять, что мы вообще можем, мы решили сделать пару интересных машин. Значит, десятиколесная и восьмиколесная. Называется Тром-16 и Тром-17. Это по годам выпуска. Вот Тром-17, эта машина, она совсем необычная, ничего похожего, собственно говоря, особо никто и не делал. Это восьмиколесная машина на балансирах, но у нее нет роликового привода. У нее в каждом колесе стоит по гидромотору. Причем не просто гидромотор, а гидромотор с изменяемым объемом, который крутит двухрядный планетарный редуктор с понижением 24,3 десятых. И сквозь этот планетарный редуктор проведен воздух, подкачка для колеса, это вообще как бы достаточно. И причем есть такая гордость, что эти редукторы, ну, по моему, так сказать, проекту, сделали у нас в Томске, у нас в стране, в Томске, завод редукторов есть. Прекрасное изготовление, ну, просто фантастическое качество. Я открывал, ну, от итальянского ничего не отличается. Если только отличается, то в лучшую сторону. Вот так сделано. Совершенно умные люди и все такое, очень рекламирую. И при этом она у себя машина гидравлическая, то есть у нее нету механического хода. Двигатель Кубота крутит 5 насосов одновременно. Вот. 5 насосов. Из них, значит, 3 насоса в одной связке, это тандем, 90 кубиков, 90 кубиков гидростатические насосы. И в конце в них ставлен 107 кубиков для открытой гидросхемы, но с электроуправлением 12 вольтовым. То есть от нуля и до 107 кубиков можно менять объем в любом, так сказать, ну, можно поставить. Вот. И 2 насоса, тандем шестеренный стоит на боковом отборе мощности. То есть, ну, сложная, конечно, сложная машина, но умудрились мы разделить один, каждый насос, ну, 90 кубиков гидростатические, он работает каждый на свою секцию. То есть на 4 гидромотора. Ну, просто так поделить не получается, пришлось поставить делители потоков. Делители потоков делали в Италии по сплитзаказу, обошлись они как поддержанные жигули, короче, каждый. Вот. Но это все ступо работает, очень, очень прилично работает, можно видео посмотреть, так сказать, тром-17, очень интересная машина. Каждое колесо ведет само собой, то есть вот появляется какое-то у него, ну, на горку колесо заезжает, у него скорость вращения меньше, а съезжает скорость вращения больше. Так вот, изменением объема гидромотора в каждый конкретный момент это колесо может менять свою скорость при одинаковой подаче жидкости. Вот такая песня. Вот. И получается, что эта машина не может буксовать. Ну вот, чёрт. А вездеход, который не буксует, он не застревает. Ну, то есть это пик вездеходостроения, то есть это верхняя планка вообще вездеходостроения такового. Ну, и колеса метр семьдесят пять на семьдесят два, очень крупные колеса, такие интересные. Вот. Эту машину можно посмотреть в интернете. А подсельское хозяйство делаешь по шине? Вот следующая машина, трон шестнадцатая, десятиколесная, она была изначально сделана подсельское хозяйство. Эта машина очень простая, там ничего такого сильного, но она тоже на гидроходу. То есть, грубо говоря, двигатель крутит также пять насосов, пять шестьдесят шестых задних мостов. Они крутятся карданами от раздатки. Раздатка крутится через небольшой редуктор от гидромотора с изменяемым объемом. В общем, вот такая песня. Машина едет сорок два километра в час максимальная, тяга на крюке пять, то есть, она должна была возить удобрения, потому что она на шинах, на очень больших колесах, тысяча семьсот пятьдесят на семьсот двадцать, мягких шинных оболочках, она совершенно спокойно может идти, например, грубо говоря, ну, вот вылезли посевы там пять-десять сантиметров, она сверху прошла, посевы потом поднимаются. То есть, у нее один и давление очень маленький. Она должна была таскать тритонное удобрение, распылять их, пить плуб, учитывая, что у нее тяговый класс, как у кировца, в этой машине, ну, то есть, пять тонн, да, ну, в рампике она давала пять тонн, шестьсот килограмм. То есть, четыре тонны тяги она могла выдавать сколь угодно долго. И при этом она весила пять с половиной тонн, то есть, вот она сколько весит, сколько и тянет. Это свойство многоколесных машин, гусеничных машин, надо сказать. Она делалась под определенное хозяйство в Воронежской области, ну, в итоге они там что-то у них забуксовало, все это, и в итоге я ее продал, и она живет сейчас в Тундре, в поселке Лабутнанге, это за полярным кругом, и он там ездит по Тундре и возит 3-4 тонны всяких туристов, возит на сплавы, и что там делают, короче, и при этом он не ломается. Он достаточно простой, ну, так вот, на рессорах с амортизаторами, то есть, она такая достаточно шустрая, интересная машина. Тоже можно в интернете посмотреть, там даже есть рассказ, где я рассказываю про ТРО-16. На данном этапе вот эти большие машины, 12-колесные, которые мы хотим делать на новых колесах, из них я сделать хочу ту же самую песню, то есть, надо делать сельскохозяйственные машины. Почему? Сейчас расскажу. Почему именно пневмоход это будущее нашего сельского хозяйства? Не трактора, ни в коем случае, не кировцы, не гусеничные даже трактора, а именно пневмоходы. Дело в том, что, ну, агрономы они все знают, но просто, так сказать, принимают как данность. В общем, Кировец проходит, да, Кировец весит там порядка от 9 до 11 тонн, ну, зависит от машины. Он давит землю на глубину 3 метра. Никаких новостей не открыл, это все все знают. Так вот, для того, чтобы вот эта земля настолько сильно утоптана за вот эти вот десятилетия применения крупной техники, а с другой стороны, на большие поля это именно крупная техника, на мини-тракторе такое не вспашешь. Земля настолько утоптана, что приходится ее пичкать азотными удобрениями, там, всякими колейными удобрениями, все прочее. И перепахивать приходится на глубину хотя бы 40-50 сантиметров, чтобы полезные удобрения как бы они сохранялись вот в этом объеме. Но дальше, как 50 сантиметров перепахали под ними, там снизу, там чуть-чуть не бетон. И поэтому все удобрения при сильных дождях, грубо говоря, они внутрь туда не впитываются, они по поверхности вот этой вот твердой земли неперепаханной сливаются в ближайшие речки. Ну, и прочее, пятый-десятый. То есть не впитывается. А раньше-то как бы, потому что мы лошадка впахали, у лошадки-то она не топтала на 3 метра земли-то. Вот. Не было проблем. То есть раскидали там навоз, грубо говоря, он дождем промок, впитался на глубину 3-4 метра, а потом оттуда поднимается, сверху подсушивает, снизу поднимается. Вот сверху корочка взялась, а внутри все корни растений, они как бы в такой влажной, рыхлой среде и постоянно как бы влага не испаряется и все-все-все. То есть совершенно другая. То есть, чтобы было понятно, вот мы недавно побили рекорд царской России по зерну, да, слышал эту историю? В 13-м году мы на лошадках, тракторов не было, на лошадках. Мы столько зерна сняли с полей. Вопрос, как так умудрились-то? Вот никак понятия не было. Ну, лошадок было больше, да, там 70% населения в деревнях жили. Вот понимаешь, какая штука? Урожайность была, вот сейчас 20 центнеров считается хорошо, 24, ну, это прям круто. Там удобрения напихают, там, 5 тонн на гектар и так далее. Ну, это... А раньше, извини, 60 центнеров гектара, это было нормально. А почему? А земля была не утоптана. Так кто мешает сейчас крупным пневмоходам? Он сейчас на Кировце или на прочей Джонгире по бокам такие колесища огромные, там, по 4 колеса, по 6 колеса. А толку-то? Колесо жесткое, его колесо надо сделать мягкое, должен быть пневмоход, пневмоход. Чтобы оно мялось и площадь давления, площадь, ну, соприкосновения с почвой была маленькая, большая. Соответственно, удельное давление будет маленькое, и он не будет мять почву. Чтобы было понятно, вот у меня вездеход, например, ну, мульчер весом 4,5 тонны, он у меня по ноге проезжает и мне не больно. А следом за мульчером иду в снегу и проваливают. О чем мы говорим? То есть человек давит на почву больше, чем любой даже крупный тяжелый пневмоход. Кто мешает-то за крупный пневмоход, у которого тяга на брюке там 4, 5, 6 тонн, цеплять плуги, сеялки, веялки, ну и все прочее, все, что там надо. И тогда он будет утаптывать вниз, ну как бы утаптывать будет 10-15 сантиметров. Так ему и не надо пахать полметра. Ему достаточно проборонить 15 сантиметров. Такие технологии называются No-Till и Strip-Till разные. Ну, в зависимости от того. Придумано и не у нас, а где-то там Аргентина, Бразилия. Вот. И те, кто пользуются этими технологиями, а ими могут пользоваться только с очень легкими машинами на небольших площадях, потому что нету крупных пневмоходов, кроме как у нас в стране. Кто-то этим занимает. Так вот, эти самые фирмы, которые вот этими технологиями занимаются, снимают такие урожаи, что наши агрономы могут укусить за задницу просто от зависти. Вот таким образом. Кому идти с этими предложениями? Сейчас время такое, что как раз есть, ну, время идет перестановка, есть возможность достучаться. И, видишь, интернет, доступность в социальных сетях. Если сейчас об этом говорить, об этом вести какое-то просвещение, то, я думаю, будет больше шансов достучаться до наших... Я за патриотизм и за то, чтобы наша страна ездила на таких вездеходах и все. Но это, знаешь, что означает? Это означает конец моего личного бизнеса. Понятно, да? Когда я начну шлепать пачками, кому я буду нужен вместе со своими эксклюзивными дикторами? Ну, как сказать, человек конечен, а государство бесконечное. Поэтому, так сказать, что-то надо оставить себе, какой-то кусочек, а остальное государство может запускать завод размером с КамАЗ, шлепать эти трактора, а всякие кировцы и прочие выпускать только для расчистки дорог и всего остального, там, зимники всякие делать, дороги чистые образно, а наши машины вот такого типа легкие пневмоходы, но крупные, крупные, но легкие, которые не портят почву, они должны вот работать, и причем комбайны должны делаться на их базе, чтобы не топтать почву. Машины, которые вывозят зерно с полей, должны делаться на их базе. Пусть он вывозит не 15 тонн, как КамАЗ, пусть он вывозит там 6-7 тонн. Почва, она будет благодарна. То есть, урожаи будут такие, что можно сокращать количество полей в два раза, а урожайность будет все равно полтора раза выше. Я вчера мысль была, Алексей, вот мы вчера с тобой созванивались, разговаривались по поводу патриотизма, и вот я задумался, а все деньги, все это не заработаешь, и себе не заберешь. Да, и вот мысль у меня была такая, я даже в принципе может быть и не против был бы построить свою организацию, увеличивать, увеличивать, масштабировать, масштабировать, я не против был бы скорее всего ее потом государству продать, или сделать унитарное предприятие, потому что я не вечен, и у меня интерес когда-то пропадет, а этот бизнес он растет пока мне интересно, пока я вкладываюсь, я энергию туда отдаю, я езжу по полям, я хожу, просматриваю, набираю сотрудников, они работают, но когда-нибудь этому настанет конец, и интересы, и энергии уже не будет той, которая есть сейчас, и поэтому может быть даже хорошо было построить, масштабировать этот бизнес, и в итоге продать государству, и оно дальше будет развивать, и делать вот это дело. Я уже к этой черте подошел, про которую мы сейчас говорим, подошел, нет, жизнь такая, она циклами по 7, по 14 лет, то есть вот в данный момент один из циклов вам подходит, то есть мне это все надоело, хуже горько есть, я стал раздражительнее, ругаться начал, но у меня есть дети, причем пацаны, причем технически, технически подкованные, как бы, мне им-то, конечно, было бы интересно передать, ну, конечно, не Феррари, не Ламборджини, но трактора Гринкевича тоже интересные, почему нет. Напомнить историю, вчера в телефонном разговоре мы разговаривали о человеке, который занимается производством Титана. К сожалению, я фамилию его так и не посмотрел в интернете, но это очень легко, в Верхней Салде предприятие называется ВСМПО Ависма, ну, кому интересно, загуглит, там есть дядька такой, который еще начинался в Советском Союзе, еще 60-х годов в студенческих времен начинал заниматься вот именно этим Титаном, то есть он стоял у истоков Титана, ну, Титана в нашей стране. Вот, производство очень наукоемкое, высокоэнергетически емкое, и как бы много, много он путей, путей, длинный путь прошел до нынешнего состояния, сейчас мы 70-м с лишним лет, и он в итоге, глядя на всю эту ситуацию, говорил вот то же самое, что я, я вот у него фразы подобрал, то есть я конечен, а государство, оно вечное. И он, короче, буквально за копейки отдал вот это все свое предприятие, которое он строил десятки лет, он отдал государству там, ну, за небольшие деньги. И потом вот эти деньги небольшие, ну, это по его меркам небольшие, по нашим терминам, это 3 миллиарда, что-то там, 4 миллиарда, он эти деньги тоже в карман себе не положил. Вот, он на них построил в Нижнем Тагиле совершенно современную, шикарную клинику по ортопедии, и вот по протезированию из этого титана делают коленные чашечки, там, тезобедренные суставы, там, что-то такое. Вот образец для подражания для всех нас, кто, вот образец для подражания для всех нас, кто, так сказать, хочет, кто за Родину бьется, хоть как-то что-то. Какие модели ты можешь сделать на шинах низкого давления, это значит у нас город Сургут, и у вас места заболоченные, малопроходимые, в некоторых местах нужно плавать, какие вездеходы с какими комплектующими? Ну, то, что сейчас на конвейере, японские двигатели, дизельные небольшие, и от наших УАЗиков, Газелик, НИФ, там, прочие, вот такие агрегаты, то есть все просто, дешево, никаких проблем. Это транспортные машины, буровые машины, с экскаватором машины и мучеры. В перспективе, в ближайшей перспективе, буквально в конце этого года эта машина уже будет существовать, так сказать, в опытном экземпляре. Грузоподъемность у тех машин, которые, о которой я уже говорил, которые действующие на конвейере, полторы тонн у транспортного варианта. Более современные, более крупные машины будут грузоподъемностью от 4,5 до 8 тонн, в зависимости от, в зависимости от направлений. То есть для лесного комплекса это будут фарвардеры, высокопроходимые, то есть не просто высокопроходимые, а удельное давление на почву при одинаковой кубатуре порядка 10 кубометров дров, то есть 8 тонн, будет 4 раза меньше, чем у лучших представителей импортной техники. 4 раза. Это просто совсем, это другое совсем измерение. То есть машина будет умудряться с лесом даже плавать. То есть на какую-то речку, то есть не надо обязательно будет и лежневку стелить, она и так будет, и не будет портить лесовозные дороги. И будет работать круглый год, а не зима, как у нас сейчас, и то только в сильную зиму. Потом будет машина такого же типа, 12-колесная, для тундры, у которой будет немножко другая трансмиссия, она сможет плавать, она сможет ездить по пересеченной местности, по тундре, там большие качкарники, и она сможет ездить с достаточно большой скоростью. У нее будут колеса отходить от ролика, чтобы уменьшать сопротивление. То есть это будет крупный 5-тонный, 6-тонный грузовик для снабжения удаленных поселков, прочее, прочее, прочее. Значит, эта же машина при небольшой модернизации, утеплении, там прочее, прочее, она сможет выполнять машину арктического базирования, то есть возить погранотряды, где-то ходить по льдам, где-то что-то как-то. Ну, в общем, такая машина будет арктическая. Колесные машины, они гораздо дешевле эксплуатации, чем гусеничные, поэтому, как бы, в этом есть перспектива. И на базе этой же 12 и 8 колесных машин будет пробоваться, я не знаю, как к этому отнесется сельскохозяйственный народ, значит, будут продоваться сельхозки. То есть это будут машины, которые смогут пахать, сеять, то есть они могут взять практически весь, цикл сельхозоборота. То есть, конечно, это надо подключать другие предприятия, которые делают вот эти вот бороны, луги и все остальное. Все, что там, картофелекопалки, картофелесажалки, светлоуборочник, все что угодно, и комбайн в том числе. Дело это, вот, ну, касаемо сельхозпромышленности, это дело государевого. Это надо заниматься государственными предприятиями. Я могу сделать опытный образец и дальше, так сказать, чтобы народ этим занимался всерьез. Потому что за этим будущее нашей сельхозпромышленности. Кстати, и лесной промышленности, вот глядя на эту машину, тоже это будущее. Вот так. Потому что все, что было близко от дорог, а сетка дорог у нас не большая, это не Финляндия, то есть через каждые два километра дороги. Сетка дорог у нас маленькая, все, что возле дорог было на жестком грунте, уже давно-давно вывезли за эти годы, вот осталось либо недоступно, либо далеко, либо намораживать надо зимой, чтобы туда хоть как-то заехать. А эта машина, она не нуждается на мораж, ничего, она может круглый год работать, кормить, так сказать, в виде. Вот такие интересные у нас планы на будущем. Спасибо, Алексей. Спасибо.